Музыка Еда это самый легкий способ почувствовать себя в реальности. Если я настолько устала, что меня ничего не оживляет, не удовлетворяет, не приводит в возбуждение, то я могу хотеть есть, потому что еда очень близко, она есть всегда под рукой. Если вы начинаете есть и не можете остановиться до тех пор, пока не почувствуете невероятную тяжесть в желудке и тошноту, вполне возможно, вы страдаете компульсивным перееданием. Еда это самый быстрый способ получить удовольствие, потому что все-таки, когда мы кушаем головной мозг, в него поступают нейромедиаторы, мы получаем удовольствие. И может быть, если никаких других удовольствий у меня нет, я тоже буду есть. Термин компульсивный означает тревожное состояние, характеризующееся беспокойством и страхом. В данном случае речь идет о навязчивом отношении к еде, когда мы заедаем стресс, плохое настроение или проблемы на работе. Такой цикл случается в жизни человека, когда у него есть эмоциональное напряжение, с которым он никак по-другому справляться не может. И когда у него это напряжение связано с вещами, которые не всегда ему даже доступны к пониманию, к осознаванию. Люди, которые навязчиво переедают, используют пищу в качестве единственного способа справиться с негативными эмоциями. Как следствие, они почти постоянно чувствуют вину за то, что еда выходит у них из-под контроля. Мы должны тогда обратить внимание на то, в порядке ли наши гормоны. Мы должны обратить внимание на то, есть ли в нашем окружении 3-5 человек, поддерживающих нас. Для кого-то это разговоры, для кого-то это объятия, для кого-то это возможность опереться в трудную минуту. Стимул к приему пищи не голод, а психологический дискомфорт. Еда выступает в роли средства ухода от проблем. Нужно обратить внимание на то, что мы называем фоном, что происходит в жизни вообще, что происходит в жизни острова. И каким-то образом попробовать обработать эту информацию иначе, чем просто есть. Например, поговорить об этом с кем-то, говорить об этом много с разными людьми, потому что не всегда у нас есть один человек, который способен выдержать. Но компания людей, которым я периодически жалуюсь на ту или иную вещь в своей жизни, вполне может облегчить мое страдание. Компульсивное переедание может сопровождаться и другими, не менее серьезными эмоциональными проблемами, такими как тревожные расстройства, депрессия, стресс. И без помощи специалиста здесь точно не обойтись. Если же все-таки переедание стало образом жизни, то есть это уже некоторый цикл зависимости, то вероятнее всего нужна помощь специалисту. То есть самостоятельно с этим справиться очень сложно.